Добро пожаловать на первую сессию FPGA InsideOut. В этом видео мы обсудим схему линейного сдвигового регистра с обратной связью. Поговорим о сигналах Reset и Clock. Затем поговорим о секвенциальной и комбинационной логике. Мы обсудим, почему данная конфигурация схемы сдвигового регистра подходит для обнаружения ошибок CRC, и мы также продемонстрируем, как преобразовать данную схему в параллельную схему вычисления CRC. Данная сессия представлена в стиле «Пользователь в цикле». Другими словами, мы не только покажем взаимодействие с платой FPGA, но также обеспечим синхронную визуализацию внутренней логики FPGA в реальном времени. Начнем. Используя переключатели на плате FPGA, мы будем управлять сигналами Reset, Enable и Input. Нажимая кнопку, мы будем генерировать тактовый сигнал Clock. В нашем случае сигнал Reset переводит всю секвенциальную логику в исходное состояние, и таким образом является Clear сигналом. Давайте инициируем Clear и нажмем Clock. Мы видим, что после приведения схемы в исходное состояние, все регистры содержат не нули, а единицы. Это может показаться необычным, но так как мы будем использовать нашу схему сдвигового регистра для проверки CRC, мы намеренно организовали ее логику таким образом. Давайте включим переключатель Enable. Переключатель Enable активирует режим тактирования на регистрах. При включенном режиме тактирования на положительном фронте тактового сигнала регистр сэмплирует значение на входе и сохраняет его. Если режим тактирования выключен, то регистр не изменит сохраненное значение. Мы будем обрабатывать новый входной бит на каждом тактовом цикле, поэтому оставим Enable включенным. Начнем подавать данные на вход схемы регистра сдвига и понаблюдаем за сменой его состояния. Пока мы вводим данные, давайте проанализируем, как сигналы распространяются по цепи. Перерисуем схему таким образом, чтобы секвенциальная логика была визуально отделена от комбинационной. Другими словами, давайте переместим XOR вентили и провода в левую часть экрана, а регистры в правую. На положительном тактовом фронте сигналы на входах регистров сэмплируются, и их значения переносятся на выходы регистров. Далее сигналы распространяются через комбинационную логику, достигают выходные линии схемы и стабилизируются на входах регистров. В середине такта сигналы, поступающие на вход схемы, распространяются через комбинационную логику, достигают выходные линии схемы и стабилизируются на входах регистров. Данная визуализация в общих чертах демонстрирует распространение сигналов от регистров к регистрам и от входа схемы к регистрам. Позже в данной сессии мы еще вернемся к этой теме и более детально рассмотрим характер распространения сигналов через комбинационную логику. Давайте вернем нашу схему регистра сдвига к ее исходной форме и поговорим о том, как ее можно использовать для проверки CRC. Одним из известных свойств регистров сдвига является их способность генерировать псевдослучайные последовательности. Но наша схема регистра имеет еще одно интересное свойство. В любой момент мы можем снять псевдослучайную последовательность с выхода в схемы и подав данную последовательность обратно на вход схемы, получить в качестве результата вычислений нули. Это свойство означает, что одна и та же схема регистра сдвига может использоваться как для генерации последовательности CRC, так и для проверки ошибок CRC. Продемонстрируем данную концепцию, сняв текущую последовательность CRC с выхода в схемы и подав данную последовательность на вход схемы, начиная с самого правого бита. Во время подачи CRC последовательности на вход схемы мы фактически подаем на вход значения, хранящиеся в самом последнем регистре схемы. Таким образом, выход первого XOR вентиля принимает значение 0. Почему? Потому что операция XOR для некоторого значения с самим собой всегда дает 0. С другой стороны, удержание данного нулевого значения означает, что на положительном фронте тактового сигнала первый регистр всегда сэмплирует и сохраняет 0. Нулевые значения распространяются вправо по схеме, так как остальные XOR вентиля просто передают значения между регистрами, не изменяя их. Почему? Потому что операция XOR некоторого значения с нулем всегда дает это значение. После того, как мы подали последний бит последовательности CRC на вход схемы, мы наблюдаем нули на выходных линиях схемы. Стоит упомянуть, что конфигурация схемы регистра сдвига CRC определяется генерирующим полиномом. Не углубляясь в математический смысл понятия, скажем, что полином для данной схемы регистра выглядит так. Давайте рассмотрим способы улучшения производительности схемы. Первый способ. Очевиден. Запустить схему на более высокой тактовой частоте. Второй способ. Увеличить пропускную способность схемы. Мы можем развернуть нашу схему 1-битного регистра сдвига в схему CRC, которая способна обрабатывать 2 бита за 1 такт. Для этого отделяем регистры от комбинационной логики, реплицируем комбинационную логику, соединяем отдельные уровни комбинационной логики в единую сеть. Точки на схеме, обозначенные одним цветом, соединены так, что сигналы с выходов регистров заворачиваются и подаются на верхний уровень комбинационной логики. Таким образом, изменение сигнала на выходах регистров проявляется в виде цепного распространения сигнала через все уровни комбинационной логики. Возмущение продолжается до тех пор, пока сигналы не стабилизируются на входах регистров. Изменение сигнала на входных линиях схемы вызывает аналогичный эффект цепного распространения через все уровни комбинационной логики до тех пор, пока сигналы не достигнут и не стабилизируются на входах регистров. В данной сессии мы решили не сопровождать визуализацию логики FPGA подобными паттернами распространения сигналов, так как мы предполагаем, что время распространения сигналов через комбинационную логику равно нулю. Иными словами, скажем, что на данный момент нас больше интересует функциональная визуализация схемы, которая не принимает во внимание вентильные задержки. Давайте введем те же данные, которые мы подавали в схему 1-битного регистра сдвига ранее. Начинаем с сигнала Clear и вводим данные. На данном этапе мы можем наблюдать на выходных линиях схемы ту же самую последовательность CRC, что и раньше. Введем данную последовательность CRC и получим нули на выходных линиях схемы. Мы продемонстрировали, что 2-битная схема CRC в два раза эффективнее 1-битной схемы, поскольку она может обрабатывать 2-бита входных данных за такт. Используя данный подход развертывания схемы 1-битного регистра сдвига, мы можем создавать параллельные схемы CRC на любое количество входных бит. На практике важно помнить, что более сложная комбинационная логика будет работать на более низкой тактовой частоте. Рассмотренный же метод как раз и дает нам возможность найти нужный баланс между сложностью логики и ее скоростью. На этом пока все. Если вы желаете воспроизвести данную симуляцию самостоятельно, дополнительную информацию вы можете найти в описании данного видео. Спасибо за внимание.